Субтитры делал DimaTorzok С вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня новая серия. В этом видео будет тачка на прокачку. Я буду прокачивать довольно таки прикольную и недорогую машину. Но перед этим я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Ну что ж пацаны, я желаю вам приятного просмотра. Серия получилась довольно таки прикольная. Я сделал полный тюнинг, поэтому все в лучших традициях пацаны. Просто ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поставьте еще колокольчик, чтобы не пропускать новые серии и стримы. Все, всем приятного просмотра. Ну что ж пацаны, вот я и встретился с нашим героем, которому я сегодня буду прокачивать машину. Это вот Дмитрий. У него логан 20 века черного цвета в принципе. Или как там говорится. Ну кто знает этот мем, те я думаю понимают. У него, как я понял, стоят только диски. Давайте попросим у него корпус. Если эта тачка не стоковая, то смысла ее брать нету. Да, я понимаю пацаны, что машина недорогая, но я считаю, что не в каждой серии же нужно прокачивать именно дорогие машины. Нужно прокачивать и машины вот такие вот. У ГОСКО у нее 200 тысяч, скорее всего эта машина именно с рулетки. Потому что в автосалоне эта машина стоит 400 тысяч. У нее здесь ничего не установлено. Целка у нее 99. В принципе номера ОМЭР 457. Ну такие прикольные номера. Знаете, не красивые, не блатные, но прикольные такие номерочки в принципе. Поэтому мы берем эту машину на прокачку короче. Так, вот он мне кидает свою машину за 0 рублей. Давайте ее забираем в принципе. Пишем тайм на всякий случай. Не знаю зачем я пишу тайм, но пусть на всякий случай я это сделаю. Потому что мало ли что может произойти. Чтобы вы понимали, когда я снимаю эту серию, еще не вышла предыдущая серия, где я прокачивал в принципе рейндж овер ютубера. Я сейчас именно монтирую видео про рейндж овер, которая вышла перед этим. Тачка на прокачку, третья серия. Это получается я уже снимаю четвертую серию, поэтому надеюсь пацаны здесь тоже будет много лайков. И надеюсь, что на предыдущей серии тоже было много лайков. Ну а теперь я буду ехать и тюнинговать его машину. Ну что ж господа, я уже взял Логан и направляюсь в сторону нашего семейного СТО. Но давайте пока я буду ехать, я расскажу как я вообще отношусь к этой машине. Я к этой машине отношусь довольно-таки спокойно. Мне внешне нравится Логан. Но в игре он как-то не такой красивый, как в жизни, потому что я видел реально Логан в жизни. У моего соседа есть машина Логан, он ее таксует. Именно такая же самая, как эта, только серого цвета получается. Он ее покупал с салона. И я вот ее смотрел, она довольно-таки симпатична реально. Не знаю, что там по технической составляющей, но внешне мне эта машина довольно-таки неплохо нравится. Мы уже тем временем подъезжаем к СТО. Кстати, здесь довольно-таки неплохой, я вам скажу. Вид от первого лица очень даже хороший, и салон сам по себе довольно-таки проработанный. Поэтому тачка реально довольно-таки неплохая. Я думаю, вам будет интересен тюнинг Логана, потому что Логан часто все выбивают с рулетки. Их довольно-таки много на сервере, я заметил. Я вот когда дожидал чувака, я видел возле подъезда стоял желтый Логан, поэтому... Их довольно-таки много на сервере, и я думаю, вам будет интересен полный тюнинг Логана. Поэтому сейчас мы уже подъезжаем к СТО. Но я, скорее всего, не буду ее перекрашивать, потому что в черном цвете довольно-таки машина даже неплохо смотрится. Поэтому мы просто сразу берем и заезжаем в СТО. Итак, давайте мы заехали и посмотрим, что здесь есть из тюнинга. Как я говорил, я ее перекрашивать не буду, но давайте, в принципе, ее подчиним за 5 тысяч. Подчинка Логана стоит 5 тысяч. Блин, у меня подчинка, по-моему, какой машины? Ну, довольно-таки дорогой машины, подчинка стоит 25 тысяч. Поэтому в этом плане Логан довольно-таки практичный. И, кстати, в Логан нужно заправить 92-й бензин, а это, как я знаю, самый дешевый бензин, поэтому Логан довольно-таки выгодный. Но в стоке я на ней ехал. Просто ущербная машина, на самом деле, ну, в плане разгона и максималки. Максимальная скорость у него в стоке 115 километров. Разгона у него вообще нету, но ничего, мы поставим чип нитро, и все, я думаю, справится. Так, давайте выбираем тюнинг, потом перекрасить, покрасочные работы. Итак, диски. Давайте поставим на нее какие-то диски. Ну, какие-то большие, на самом деле, диски я хотел бы поставить сюда. Вот эти диски мне почему-то не нравятся, поэтому я хочу поставить какие-то другие диски. Возможно, владелец потом их поменяет, но я реально хочу поставить какие-то другие диски. Ну, блин, эти диски, типа, прикольные, но я их задолбался вставить на все машины, поэтому нужно какое-то разнообразие. Штампы вообще здесь не смотрятся. Ну, можно было бы эти диски поставить, но они какие-то колхозные. Вот эти диски, в принципе, неплохие. И вот эти мне понравились, эти, да. Но я не знаю, что из этого мне поставить. Может, поставить в остальные не смотрятся. Эти диски тоже какие-то неплохие, но я их не хочу ставить. Вот этот вариант мне нравится, давайте я думаю их и купим. Так, покупаем. Но красить я их не буду, потому что пусть они так будут, хотя можно их сделать серыми. А ну, перекрасить авто и попробуем сделать их серыми. Я не знаю, они красятся или нет. Да, они красятся и можно их сделать серыми. Чисто будет полностью черная машина, но диски сливаются, поэтому мы этого делать не будем. Так, давайте ставим, получается, нитро. Нитро стоит 40 тысяч. Блин, насчет гидравлики я даже не знаю. Типа, нужна она ему или нет. Ну, подписчик который дал мне эту машину. Я не знаю, как он к этому отнесется, если я поставлю гидравлику. Но, типа, полный тюнинг, поэтому давайте, ладно, поставим еще гидравлику за 40 тысяч. Какие-то, так сказать, дешевые цены на логан, я думал, будет дороже. Так, чип у нас стоит 250 тысяч. Так, ставим чип, ставим сигнализацию, ставим антирадар и ставим топливный бак. У нас получился теперь обратно полный тюнинг. Давайте даже посмотрим карпас. Так, карпас. Да, я поставил все, что было, в принципе. Ну, я не знаю, либо он на ней будет ездить, либо он ее продаст. Я его не знаю, поэтому не могу ничего сказать. Полный тюнинг я сделал, к сожалению, номеров у меня нету, поэтому... Номера я не смогу поставить на эту машину. Ну, хотелось бы поставить, но... Понимаете, типа, я номера как бы искал, по сути. И сейчас нету тех машин, которые я могу купить. Я вот могу купить какую-то машину до миллиона и потом снять все номера. Но я ездил, смотрел, никаких таких номеров и машин нету. Поэтому, к сожалению, мы ему номера не будем ставить. Мы ему сделали просто полные тюнинги. Я думаю, ему этого будет достаточно. Давайте попробуем разогнаться. Вот теперь она более бодра стала. Максималка увеличилась, ну, получается, 15 километров. У него максималка теперь 130 километров. И на этих дисках машина смотрится довольно-таки неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, пацаны, пришло время отдавать Дмитрию его машину Logan. Логан черного цвета 20 века, в принципе. Давайте ему покажем его машину, в принципе, и отдадим ему ее обратно. Так, пишем кар, получается. Теперь спавним эту машину. Так, вот, я ее заспавнил. Пусть он ее посмотрит. Конечно, внешне в ней изменились только диски. Давайте я ему покажу карпас. Все, показываем карпас. Я думаю, он будет очень даже доволен. Потому что я вложил в эту машину 700 тысяч, и это довольно-таки неплохо. Это реально очень даже неплохо, 700 тысяч в эту машину. Сама машина стоит, ну, грубо говоря, 400 тысяч, потому что она столько стоит в автосалоне. И я вложил в нее еще 700 тысяч. То есть я вложил больше, чем она стоит. Можно два Logan было купить. Респект просто, похож на Диму Гордея. Большое тебе спасибо. Ну, типа, задумка, может быть, да, такая, потому что я смотрю Диму Гордея, типа, поэтому, да, может быть, это с этим связано. Не, не спорю, что, типа, идея взялась отсюда, но, типа, у меня эта идея сама зародилась. Типа, я знаю, что есть такое шоу «Тачка на прокачку» у Димы Гордея, но, типа, у меня пришло в голову, типа, у меня есть и 100, почему бы не запустить такое шоу, понимаете? Это круто. Поэтому я делаю это шоу. И у меня есть для вас немножко печальная такая новость. То, что, если это шоу, то есть, если эта серия наберет очень мало просмотров и лайков, то я, скорее всего, перестану этим заниматься, пацаны. Я уже не буду выпускать серии «Тачка на прокачку», потому что, пацаны, я трачу очень много денег, я вкладываю, снимаю эти видео, и мне нужна от вас задача в виде лайков и приятных комментариев. Поэтому, пацаны, не ленитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хотя бы поставьте лайк ради того, чтобы это шоу просто-напросто жило. Ну что ж, вот так вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я не знаю, выйдет ли следующая серия «Тачка на прокачку», уже всё реально зависит от вас, потому что на второй серии было мало актива. Просто я заметил, что вот первая серия вышла, не было много актива. «Тачка на прокачку», там, 170 лайков, 1800 просмотров. А вот вышла вторая серия, там, 150 лайков, 1000 просмотров. И вышла сегодня, когда я снимаю это видео, уже третья серия, получается, где я тюнинговал рейндж ловер. И там пока что, ну, почти 100 лайков, по-моему, и 600 просмотров. Я надеюсь, что реально вы проявите актив, и шоу-тачка на прокачку будет жить. Всё, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Всем пока-пока.